Они забрали с той самой восьмёркой, поэтому сейчас полны решимости, чтобы действительно выйти на свой прошлогодний уровень. Да, первые этапы гибротуры ещё есть. Давайте дальше, собственно, разберёмся с игровыми сочетаниями. Нет, этим мы займёмся позже, потому что... Просто ворота, шайба проходит мимо створа, и здесь Максов очень удачно подхватил, подстроился под эту шайбу. Здесь тоже всё очень-очень знакомо. А дальше, как сейчас, вот как раз третья тройка на площадке и девяносто первый номер Александр Афтин. И четвёртый этап на площадке, вот так выглядит четвёрка обороняющихся у Динамо. И вот статистику сейчас свой сочинцы при игре в большинстве... Вновь улучшает... Залетает в ворота, а автором передачи становится Михаил Анис. Есть, есть ещё время, чтобы... Это креатив у ворот соперника. Ну и вот, собственно, этот момент. И... Так, и Мэтт Робитсон заметно улучшает настроение здесь на трибунах. Они сейчас все окрашиваются в бело-голубые цвета, потому что... Московская Динамо отыгрывает... Четвёрки у Динамо всё произошло очень хитро. Сейчас 80... Евгений Скачков так... На противоходе, ближний угол пытался... Шайбу... На противоходе, ближний угол, хороший контр-выпад может получиться... Нет, в составе партнёра и Дмитрий Вишневский сравнивается в этом матче. Причём сделали Динамовцы в меньшинстве. Давайте ещё раз смотрим. Картус очень здорово сыграл на своей семье. Сумел вот так... Продраться к воротам. Эту передачу ещё... Находясь практически спиной к партнёру. Ну и... Дмитрий Вишневский очень классно подключил. Своего же тут попадает шайба. Как традиционно, каждый период в этом матче начинается с атаки. Ох, как... Какая неприятность. Для... Динамовских болельщиков. Кунов и... Владеет шайбой. Обыгрывается с партнёрами. И вот здесь шайба вылетает на фитак. Была такая мысль у нападающего Динамо. Уилсом. Всё в полном составе Динамо. Горовяков. Один на один. Чем закончится эпизод? А закончится он удалением. И булитом. Ну что ж. Вот таким получился выход Константина Горовякова. Со скамейки Штрафников. Я думаю, что... Сейчас, конечно, ключевой момент поединка. С сопротивлением от защитников не получилось. Забить. Смотрим вместе. Итак... Ну что, блином отбивает, да, Барулин? Эту шайбу. Была для того, чтобы сравнять счёт. Смотрим ещё раз повтор. Ну вот без такого дриблинга решил именно на точность всего броска положиться Константина. Станавливает шайбу. Она, в общем, там и осталась за ворот. Робинсон здесь под прессинг попадает. Вот сейчас, наверное, всё может решиться. Ну, собственно, да. Михаил Анисин делает счёт 4-2. И, наверное, в этой игре, в общем, интриги больше нет. Но давайте не будем забегать вперёд всё-таки. Может, что-то и получится, но... Шайба в начале периода и шайба в конце периода. Конечно, я имею в виду 3-20 минутки в этом матче сыграли всё. Смотрим ещё раз, что тут было. Робинсон. Вроде бы контролировал шайбу. Катился к себе в зону. Но вот здесь вот этот прессинг Конисина. Ну, здесь было сложно уже, конечно, не забить пустые ворот. С такого расстояния, я думаю, любой хоккеист не промахнётся. Ну, минута 0-6, и Ширыченков уже снова в воротах.